Всем привет! Мы сегодня с вами будем говорить об аренде недвижимости и в частности об отделе аренда, который существует в нашей компании. Поговорим о той практике, которая накопилась уже за многие годы. Очень много клиентов, которые приобретают недвижимость не только под себя, но и также с точки зрения сдачи в аренду. И это правильно, потому что квартира, по крайней мере здесь, в Таиланде, в круглогодичном курорте, должна приносить пассивный доход. Ну или как минимум покрывать оплату коммунальных платежей. Мы сейчас с вами поедем в квартиру одного из наших клиентов, где нас ждет наш менеджер аренды. И она расскажет основные моменты, с чего вообще весь этот процесс начинается. Почему, собственно, так востребована аренда, ну и сама недвижимость в Таиланде и в частности в нашем городе, в Паттайе? Во-первых, это круглогодичный курорт. Без разницы, когда вы приезжаете в июне, в июле или в декабре, погода у нас будет отличная. Сезон дождей – это миф, выдуманный туроператорами для того, чтобы перенаправить наших соотечественников в летнее время с Таиланда на такие направления, как Испания, Турция, ну, в общем, в Европу. По факту, люди, которые приезжают сюда в июне, в июле, они более чем довольны отдыхом, потому что погода стоит отличная. И более того, нет такого большого потока туристов, как зимой. Во-вторых, количество туристов, которые приезжают отдыхать самостоятельно, растет год за годом. На сегодняшний день в интернете можно заказать билеты, и, как правило, они выходят гораздо дешевле по цене, чем тур от туркомпании. Более того, вы не привязываете себя к какому-то промежутку времени. Есть люди, которые приезжают сюда отдыхать на один, два, на три месяца, которые отправляют сюда родных и близких. В то время как туроператор предлагает стандартный пакет на 10, 12, либо всего лишь 14 ночей. В-третьих, это, конечно, цена. На сегодняшний день за 20-25 тысяч бат можете получить квартиру с одной спальней. По площади это будет от 35 до 40 квадратных метров. Это более чем адекватная цена за месячное проживание в комплексах, где есть полный сервис для отдыха или проживания. Здесь есть бассейны, есть детские площадки, тренажерные залы, сауны, бесплатные парковки, интернет на территории комплекса. Также на территориях комплекса есть кафе, рестораны, прачечные, магазины. То есть на сегодняшний день жилой дом в Паттайе – это как город в городе. Все, что необходимо для проживания либо отдыха, есть на территории проекта. Также очень важный момент для тех, кто приезжает отдыхать сюда с маленькими детьми. В апартаментах, в жилых домах в Таиланде всегда есть кухня, в то время как отель не предоставляет подобный сервис. Безусловно, есть отельные проекты, которые предоставляют так называемые обслуживаемые апартаменты, но ценник там будет в разы выше, чем обычный жилой дом в Таиланде. В-четвертых, это очень удобное местоположение у Паттайи. Очень много клиентов, которые приобретают здесь недвижимость, либо арендуют, они используют Паттаю как площадку для дальнейших путешествий. На сегодняшний день только в Паттайе можно найти около 20-25 экскурсий. Можно поехать на ближайшие острова, природные, национальные заповедники, можно поехать в Бангкок. Также не забываем про аэропорты, которые находятся рядом с нашим городом, откуда можно полететь на остров Бали, на Филиппины, в Сингапур, Малайзию, Камбоджу. То есть выбор просто колоссальный. Можно объехать отсюда всю Юго-Восточную Азию. И цены будут в разы дешевле, чем лететь туром из России. К примеру, на сегодняшний день цена до острова Бали будет около 120-130 долларов в одну сторону. В Сингапур около 300 долларов. В Камбоджу можно взять прям полный пакетный тур за 300 долларов и съездить посетить эту отличную страну. В общем, факторов очень много. И все они приводят к тому, что недвижимость в Таиланде является востребованной круглый год. И она продолжает год от года расти в цене. В общем, идем в квартиру для того, чтобы более детально ознакомиться непосредственно с самим процессом аренды. Привет! Привет! Цепляю микрофон. Знакомьтесь, это наш менеджер отдела аренды. Ее зовут Марина. И Марина нам сейчас расскажет, как вообще происходит процесс аренды, из чего начинается наша работа с клиентом. Да, сейчас микрофон прицеплю. Пока у нас Марина одевает микрофон и готовится к съемкам, мы сейчас с вами прогуляемся по квартире для того, чтобы вы представляли, что нужно для того, чтобы квартира сдавалась в аренду. Как, какая комплектация необходима. Начнем со спальни. Безусловно, должно быть два комплекта постельного белья. Это как минимум. Стандартно докупаются подушки. Вот они еще все в чехлах. Вешалки. Одеяло, если вдруг замерзнете. Также у нас здесь есть владельная доска. Здесь у нас чего? Чайник. Ой, не чайник, как это называется? Утюг. Полотенце. Ну и тут всякие коробки, фен. Ладно. Так, идем дальше. Ну и еще докупаются какие-то элементы декора. Вот такие фонарики. Ну то есть это уже по желанию клиента. Далее, спальня. Посмотрели. Туалет. Понятно, инвентарь какой-то для уборки обязателен. Швабры, веники. Сушилка для белья. Ну и вот такие мелочи. Для мыла. Для зубных щеток. Вот, кстати, фен. Так, самое главное это укомплектовать кухню. Все-таки основное отличие апартаментов от отельного номера, это наличие кухни и возможность готовить самостоятельно. Поэтому по кухне нужно быть внимательным. На односпальную квартиру всегда стандартный набор идет на 4 персоны. То есть как минимум 4 вилки, ложки, 4 тарелки, глубокие тарелки, стаканы, кружки. Здесь у нас терка, солонки какие-то, губки, тряпки. Ну понятно, что чайник, микроволновка, печка, вытяжка. Это, как правило, идет от застройщика. Здесь стандартно застройщик еще предлагал стиральную машину. Ну и холодильник, ясно, понятно. Здесь у нас кастрюли. Опять же, все это докупалось. Здесь у нас место для пакета с пакетами. Вот, то есть кухня полностью готовая. Заезжай, живи, готовь, что хочешь. Все необходимое для готовки есть. Зал. Стандартно мы советуем, если вы покупаете квартиру с одной спальней, ну и более, ставить в зале раскладной диван таким образом, чтобы можно было здесь разместить 3-4 человека. Но здесь стандартно застройщик предлагал раскладной диван, поэтому докупать его не нужно было. Телевизор, вы сами знаете, что это уже всегда в каждом проекте. Застройщик отдает подарок, как правило. Ну и стандартно докупается какой-то маленький кофейный столик, вносится на балкон, потому что люди часто выходят позавтракать на балкон. Так, я думаю, Марина наша уже готова. Сейчас начнем. Для начала мы заключаем договор с собственником квартиры сроком на 1 год. Если хозяин квартиры доволен результатом, мы договор пролонгируем. Как правило, мы рекомендуем стоимость, по которой будет сдаваться жилье, но хозяин квартиры устанавливает стоимость сам. Нужно понимать, что в Таиланде существует два сезона, низкий и высокий, и в зависимости от этого будет варьироваться стоимость аренды и также о длительности проживания. В Таиланде существует два сезона, низкий и высокий, как я уже сказала. Низкий сезон длится от 15 апреля до 15 октября и высокий с 15 октября по 15 апреля. Вот образец договора, который мы заключаем с собственником квартиры на аренду. Здесь прописывается объект, который будет сдаваться в аренду, условия договора, также стоимость, по которой будет сдаваться жилье, и опись всего имущества, которое находится в данной квартире. Денежные средства, поступившие от аренды за минусом комиссионных компаний, автоматически перечисляются на расчетный счет владельца. Кстати, все наши клиенты имеют расчетные счета в тайских банках и могут воспользоваться своими денежными средствами в любой точке мира. У нас есть услуга, мы помогаем открыть счет всем своим клиентам в тайских банках. Да, не забывайте переходить на наш YouTube-канал, там есть специальный выпуск, где я рассказывал о том, как этот процесс, собственно, происходит. Средние показатели по доходности следующие. 1-2 месяца в году отдыхает хозяин, 1-2 месяца квартира простаивает, остальное время сдается в аренду. Средние показатели по доходности получаются следующие. 5-7% годовых квартира приносит доход. Ну, здесь надо еще не забывать то, что недвижимость в Таиланде в среднем растет от 3 до 7%, ну, в зависимости от местоположения комплекса. Ну, из практики можно сказать, что при годовой сдаче квартиры доходность перекрывает полностью обслуживание апартаментов. Она, ну, можно сказать, что оплачивает вам билеты до Таиланда, ну, и, собственно, отдых здесь на период, там, месяц или два. Есть обязательные требования по комплектации квартиры. Мы составляем список того, что необходимо. Это постельное белье, подушки, посуда, элементы декора и закупаем все необходимое. Как правило, в Таиланде квартиры сдаются уже с ремонтом, с полной меблировкой, сантехникой и остается докупить только мелочи. Как правило, собственники квартиры обставляют ее самостоятельно. Но в нашей компании существует услуга, мы можем это сделать за вас. Вот вы можете посмотреть, мы покупаем все необходимое. Всю посуду, постельное белье, полотенце, элементы декора. Такая тема, она, кстати, актуальна для людей, которые приобретают недвижимость онлайн, которые покупали с целью инвестиций и не собираются приезжать в Таиланд для того, чтобы просто укомплектовать свою собственную квартиру. Сколько, Марин, в среднем выходит комплектация, например, вот эта квартира? Эта квартира с одной спальней обошлась собственнику в 20 тысяч бат. Но мы еще рекомендуем не покупать дорогое, так как эта квартира сдается в аренду и все необходимо обновлять примерно раз в три года. После того, как квартира полностью укомплектована, мы делаем опись имущества и фото. Это является дополнением договору, который мы составляем собственникам квартиры. После этого мы размещаем объект на сайте и на популярных площадках, это Airbnb и Booking. В общем-то, там очень просто разобраться. Вы можете выбрать квартиру по количеству спален, по стоимости и так далее. После того, как клиент сделал заявку, мне приходит на почту сообщение. Далее я согласовываю с клиентом даты заезда и получаю страховой депозит. Как правило, это стоимость месячной платы за аренду. После этого я высылаю в аучер на проживание. По приезду я встречаю арендаторов кондо и заселяю. В нашей компании существует услуга трансфера из аэропорта. Вы ее можете заказать не только для себя, но и для своих родственников. Вас встретят с табличкой и привезут прямо к кондо. Мы обязательно снимаем показания счетчиков, так как эту сумму арендатор оплачивает после выселения. Также отдельно оплачивается финальная уборка. В день отъезда я прихожу, проверяю, чтобы все было в надлежащем состоянии, так как наша компания несет материальную ответственность за имущество. Но не стоит беспокоиться о сохранности имущества, так как сумма депозитов, внесенная вначале, покрывает все расходы. И случаи порчи у нас крайне редки. В общем, как вы уже убедились, мы компания полного цикла. Мы предоставляем полный сервис от покупки, оформления недвижимости, заканчивая ее управлением. Мы помогаем своим клиентам снимать здесь транспорт, помогаем искать какие-то экскурсии, помогаем оформлять визы и так далее и тому подобное. Можно сказать, что люди, которые приобретают у нас недвижимость, это не просто наши клиенты, а это наши друзья. И отношения к ним соответствующие. На сегодня у нас все. Мы рассказали, как происходит процесс аренды. Надеюсь, ответили на большее количество вопросов, которые возникают у людей при покупке недвижимости. Но не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, следить за обновлениями. И если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите комментарии, мы с удовольствием на них ответим. Всем пока! Пока!